Добрый день дорогие коллеги, приветствую вас на Интерстриме Трейдера и мы начинаем программу Андрей Коваленко, торгуем по объемам с Валфикс. Андрей Трейдер из Москвы с нами, приветствуем вас. Здравствуйте Игорь, здравствуйте друзья, всех приветствую. Одну неделю мы с вами пропустили, но ничего страшного. Те, которые смотрят наш канал на ютубе, мы встречаемся в середине недели. И, как правило, демонстрируем начало дня с Игорем Сузарцевым. Всегда, каждый день. Так что, пожалуйста, милости просим, мы можем вместе общаться. Так, ну и начинаем нашу перетачу с демонстрации рабочего стола. Так, доставочка нашей школы, ссылочки для нашего контакта с вами, наш сайт. Вот, ну и мы, как всегда, по традиции сейчас будем рассматривать наши результаты, которые у нас были с вами за прошлое время. Так, начнем. Давайте подведем итоги по прошлому месяцу. С первое по 31 число. Седьмое. Плей нажимаем. Ну и смотрим, что в прошлый месяц мы закончили. Плюс 1537 долларов. Вот, тоже неплохой результат. Ну и за этот месяц, за этот месяц, давайте посмотрим. С первого по 10 по сегодняшнее число. Плюс 247 долларов. И давайте начнем наш обзор. Оторвайте свои вопросы. Пожалуйста, буду отвечать. Ну, а начинаем, как всегда, мы с индекса доллара. Дневной таймфрейм. И видим следующую картину. Что мы с вами ушли ниже контрольного уровня 94.05. Видим, выход был импульсный. Был ретест. И благополучно сейчас отработали 93.00. Вот. И вошли в диапазон между 93.00 и 94.00. Вот. Пока что продолжается боковое такое движение. Давайте посмотрим на часик. Потенциально. То есть, очень похоже на ложный пробой. Очень похоже. Очень похоже. Но для того, чтобы точно в этом удостовериться, у нас должен быть выход выше 94.06. Тогда уже можно быть, как бы, почти полностью уверенным. Что у нас начнется формирование разворотной какой-то фигуры. И можно остановиться в продаже евро. И сидеть уже в каком-то среднем сроке, долгосроке. Пока что смотрим евро. Дневной таймфрейм. Видим области скопления ордеров, да. Которые протолкнули рынок вверх к 1.19.42. То есть, так или иначе, эти области будут весьма сопротивляться в ходячем движении. Поэтому глобально сейчас рассматривать на дневном графике, какое-то круглое падение евро. Я бы пока поостерегся. Поостерегся. Давайте перейдем на час и посмотрим, что же у нас там в моменте. Значит, на данный период времени мы видим силу продавца. Особых объемов на продажу не поступало. То есть, из этого я делаю вывод, что, скорее всего, будет какой-то баланс. Сейчас пойдем, к примеру, к 1.16.44 и попробуем продолжить восходящее движение. Но, однако, посмотрим. Однако, посмотрим. Давайте перейдем на 10 минутку и посмотрим, что же сейчас можно предпринять. Видим, что был, интересно, очень отработан уровень 1.17.44. Плюс-минус, да? Тоже очень похоже на ложный выход. Если бы у нас потом цена вышла выше 1.17.03 и так далее. Пока что все действия покупателя свелись к отработке сопротивления. И мы видим, что импульсом цена пытается уйти ниже 1.17.44. Вот, и там закрепится. То есть, на данный период времени покупать не рекомендуется. Не рекомендуется. Это железно. По поводу продаж я бы подождал закрепления некоторого. И потом уже можно было бы попробовать. Можно было бы попробовать. Так. Переходим на фонд. Дневной таймфрейм. Видим, что на этом контракте цена очень хорошо отрабатывает зону в районе 1.29.60. Мы видим, что этот уровень был пройден на объемах. И потом был весьма успешный ретест с наборов объема, опять же, и выхода выше к 1.32.80. И сейчас мы опять тестим эту же зону. И давайте посмотрим, насколько успешно у нас проходит это все. Берем 6B-часовой таймфрейм и рассматриваем. Значит, видим, что сейчас в работе у нас уровень 1.29.60. 1.29.60. Видим, что весьма шустро мы подошли сюда. Видим, что проявляет себя на рынке продавец по полной программе. Но весьма эффективно держит вышеуказанный уровень поддержки. То есть, что сейчас можно здесь предпринять? Значит, на часовом таймфрейме пока что вижу некоторый флейт, можно так выразиться. И смотрим, куда пробьем. Смотрим, куда пробьем. Если будет пробитие ниже, то можно будет уже от сопротивления вышеуказанного работать в продаже. Первая цель в этом случае будет в районе 1.28.45.50. Давайте смотреть на 10 минутки. 10 минутка. 6b. Видим, что пока что у нас по поводу пробоя весьма сомнительно. То есть, укололи. Видим, как бы, так называемый спринг. Вот. Вошли выше даже проторвки, которая была слева. И, возможно, весьма отработка верхней границы вот этого баланса. То есть, уровень 1.30.58. Вполне возможно. Дальше будем смотреть. Переходим к золоту. Дневной таймфрейм. И присоединяемся к всеобщей радости к тому, что золото начало расти. То есть, мы видим пробой на объемах уровня сопротивления. Причем объемы были достаточно серьезные. Достаточно серьезные. И сейчас видим закрепление. Так. Давайте смотреть на час. Красивый уровень 1280.40. Вот. Видим объемы. Видим закрепление. Продаж на часе нет. Это однозначно. Рекомендовать можно при тесте 1280.4 заходить в покупки, если будет на то причина в этом районе, и работать на продолжение восходящего движения. Смотрим 10 минут. Итак. Красиво очень это работает. Поддержку. На объемах вышли выше. И вот ступенечками такими идем вверх, вверх, вверх. Так. Ну, значит, можно рассмотреть либо ретест очередной 1283.20 района, вот, и потом выход вверх. Либо работать уже после пробоя 1285.70. Вот. То есть, вот два варианта таких более консервативных. В моменте заходить нежелательно в покупки, потому что могут такое движение сделать, совсем приятное. В этом случае смотри где-то пониже. И потом уже идти. Продолжать идти в лампе. Где-то вот так вот. Такая вот схема наиболее оптимальна в данном случае. Так, смотрим дальше. Пренд. Немный таймфрейм. Держаясь. Итак, что мы здесь видим. Прекрасное было нисходящее движение. Предполагали мы, что уйдем вниз, так сказать, от верхней его границы нисходящего канала. Такое у нас действие было отменено импульсным выходом вверх, закреплением. И сейчас цена пытается опять же уйти вверх. И же уйти вверх. Давайте смотреть на часик. Что мы здесь видим. Никаких попыток на данный период времени отработать в продаже. Мы не видим. Мы не видим. Смотрим по противнюю рынка. У нас стоимость и ниже. Мы вышли вверх. Причем очень отчетливо видно действие покупателя. Набор объемов. Выход выше. Пробой вот этих вот товарищей, которые сопротивлялись. Окрепление над уровнем 52-70. И сейчас, скорее всего, будет поход к отметке 53-40. Дальше будем смотреть. Дальше будем смотреть. Шарты, если таковы и вообще возможны в данном случае. Только после выхода ниже 51-40, 51-20. Причем с закреплением. Пока что никаких попыток продавать и объемов на продажу я не вижу. Я не вижу. И если вот эта вот как бы проторговочка будет с выходом импульсным вверх достаточно серьезным, то потом ее пробить будет уже достаточно сложно. Вниз я имею ввиду. Так. Давайте посмотрим на 10 минуточки. Смотрим, что при выходе вверх товарищи сопротивлялись. Но пока что был только ретест. Только ретест. И предположительно восходящее движение, скорее всего, продолжится. Так. Никаких попыток продажи, опять же, мы здесь не видим. Идем дальше. Все дневной таймфрейм. На дневном таймфрейме четко видна поддержка в районе 59-600. 59-600. И пока что вот отработка диапазона с верхней границы в районе 61-680. Так. То есть пока что мы работаем в диапазоне. Смотрим на часик. Смотрим на часик. Вверх не хотят пускать. Внизу выбивали всех. На объемчиках пошли вверх. Отработали зимцам. К уровню сопротивления. 61-480. Вот. И сейчас отрабатываем поддержку на текущих. 60-360. Похоже, будем проходить вниз. Но. Знаете, в нашем деле лучше. Все-таки. Пройти сначала, а потом уже рассчитывать какое-то дальнейшее движение. Поэтому, предполагаю, что в случае пробоя можно будет заходить в продажу. Можно будет заходить в продажу. Тогда первая цель. Оровень сопротивления. Который мы ранее отметили. Вот. И потом отработка к верхней границе. К верхней границе диапазона. То есть, пока что вот такие вот у нас планы. В моменте. В моменте. Выброс объема на уровень. Посмотрим, куда пойдет распределение. То есть, для нас шорты. Это только нужно вот такой вот выход. В данном случае. Если такого выхода не будет. Но. Будем смотреть. Будем смотреть за поведением. Вот. Пока что отскока никакого нет. То есть, тут заходить в покупки рановато. Рановато. Скорее всего, все-таки мы будем пробивать. Однако, посмотрим. РТС. Пока что схема движения не нарушена. Мы двигаемся в нисходящем канале. Нисходящем канале. И пока что этот канал мы не пробили. В отличие от нефти. Смотрим на ЧА-7. Красиво отрабатывает. Уровень 104.300. Очень красиво. Смотрите. Вышли вверх. Вступил в силу продавец. На уровнях продавил уровень вниз. 103.350. Фиксы мы видим. После этого отскок. И опять продавец вступает в силу. Вот. Посмотрим. Протолкнут ли вниз. Сопротивление. Если это произойдет. Последует оторвутка. 102.050. Такое наше мнение. По часу. Давайте смотреть на 10 минутки. Явно сопротивляется. Ниже пускать не хотят. Пока что. Посмотрим. Если на объемах будет пройден. 103.200. То тогда покатимся вниз. Пока что. Еще этого не произошло. Красивый был вход. Вход зашел в продажу. Как говорится. Респект. Вот. Пока что так. Посмотрим. Если в продажу вошли. Здесь нужно частично фиксировать. Потому что видим. Что выбрасывается объем. Так. Смотрим далее. Далее у нас. Газпром. Дневной таймфрейм. Отрабатывается. Отмеченный нами ранее. Зеркальный уровень. 12.250. 12.250. И как видим. От этого уровня. Последовали продажи. На часе. Уровень держит. И сейчас в моменте. Мы тоже видим. Что продали. Товарищи. Газпром. То есть видны продажи. Ложный заскок вверх. Вот. И сейчас мы тоже продаем. То есть цель какая. Первая цель. Это в районе 11.680. Положительно. Как говорится. Рулем туда. Идем дальше. На 10 минутку. Технично отработали. Вот. Но теперь нужно, чтобы на объемчиках протолкнули ниже. Локального сопротивления в районе 11.920. Если это произойдет. Как говорится. И бабки не ходили. 11.680. Но однако. Смотрим дальше. Локуэл. Дневной таймфрейм. Мы с вами отметили уровень сопротивления 30.250. Понятно почему. И предположили, что отсюда возможен отскок всего того, что уровень достаточно серьезный. И мы при приближении видим выброс неоднозначного объема. Вот. С потенциалом на снижение. Однако так это или нет. Посмотрим на часы. Берем часовой таймфрейм. Смотрим, что очень хотят продать отсюда. Очень хотят продать. Четко отрабатывается уровень 30.000. Красиво. И давайте, если в моменте вы еще не вошли от 30. Тогда ждем пробоя. 29.400 с закреплением. И отрабатываем 28.400. То есть весьма интересно. Можно отработать вот такое вот импульсное движение. Предполагаем, что оно все-таки состоится. Лонгут здесь нет пока на данных промежуток времени. Так. Смотрим далее. Сбербанк. Сбербанка немножко другая песня. Чудным образом мы прошли 16.850. Как тут не сопротивлялись, товарищи. На объемах идем вверх пока что. Закрепились выше 17.000. Ну, текущих 17.404. Вот. И смотрим на часик. А на часик следующая история. Видим, как мы 17.290 прошли на объемах. Сейчас ретест. Пока не пройдем, и тут никаких, даже скажем, вот эту вот зону. Никаких продаж. Вот. Вроде так красиво все складывается, что продавец вошел и сейчас отработаем. Пока что под сомнением. Пока что под сомнением. Будет вот такое движение с выходом, там посмотрим. Так. Давайте 10 минутку еще, было интересно. На 10 минутки протолкнули сопротивление. Локальное в районе 17.520. Лонгов нет. Лонгов пока что нет. Шарты желательно все-таки продавить этот вот сегмент, как говорится. Много уровней сопротивления сейчас. Я бы подождал с шартами. Так. Смотрим дальше. Мини-микс дневной таймфрейм. Вышли выше. 1970. Красиво так, да? Раз. Прошли вверх. Так, давайте посмотрим на часе. Здесь следует смотреть отработку поддержки 1972.50. Как мы ее отработаем. Скорее всего, что сюда придем, а там дальше будет видно. Если будут объемы и выход вверх, смотрим тогда отработку 2008. То есть текущего воя, да? Пока что рассматриваем работу в этом диапазоне. Пока что так. Ну, давайте на 10 минутки. На 10 минутки шар лангов нет. Сломали вот этих вот ребят. Красиво. И импульсант. Скорее всего, что пойдем к отмеченному уровню 1972.50. Но опять же дальше будем смотреть. Пока что так. Так, ну и в заключении ВТБ. И рассмотрим ваши вопросы. ВТБ очень красиво идет продажа. Очень красиво. Так, был выход ниже уровня 63.55. Объемы протолкнули дальше. И теперь пили, 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 запилили. Опять вышли объемы и пошли продажи. Так, на дневке в силе продавец. Смотрим через ноут. Видим красивую историю с отработкой уровня. 63.55. Видим, как зашел продавец. Продавили всех, кого можно. И сейчас пытаются на объемах выйти ниже сопротивления. 61.660. 61.660. Если последует такой вот выход, появляется у нас консервативный вход. И отработка. 55.960. То есть ориентировочно продолжаем работать в шорты. Лонги только после того, как мы пробьем. Если пробьем 6.355. И выйдем вот сюда. Тогда уже рассматриваем поддержку. Для того, чтобы работать в дальнейшем восходящем движении. Если таковое, у нас произойдет. Так. Ну и ваши вопросы, если такие будут. Пожалуйста. Так. Владислав Шарыгин говорит, что не верит в лонг. Скорее всего, что это о нефти. Ну да. Верю, не верю. У нас только допускается, когда монета. Когда запускаем монету. Но если у нас цена движется вверх, то по-любому заходить на вершках продажи. Даже не видя каких-то серьезных объемов. То есть деньги для того, чтобы. Смотрите, вот здесь набрали. И вышли вверх. Ну, нужно же какие-то деньги для того, чтобы запустить вот такую вот красивую, нисходящую, нисходящую пике. Да. Вот пике этого нет. Поэтому пока что отдыхаем, ребят. Пока что отдыхаем. Если вы в лонгах, ну, поставьте стопик сюда куда-то или в район там 52-64. И тоже курите бомбину. Идем вверх. Мое мнение. Появятся продажи. Ну, будем тогда продавать. Пока что продаж нет. Понятно. Сергей пишет, Андрей, а по сишке ждете 59? Ждете 59. Смотрим сишку. Ну, опять же, покупателя нет. Вот она, точка вращения, выход вниз. Покупки только, возможно, после захода в диапазон выше там 60-400. Так что пока что мы катимся вниз. Тем более, что волновики спели песню о волне С, которая будет перебивать волну А. То есть, пойдем ниже, по их меню пойдем ниже там 59-500. Пока что вроде все складывается именно таким образом. Поэтому заходить здесь в покупки пока что небезопасно. Небезопасно. Поэтому, ребята, если в шафтах, держим шафты. Вот так вот скажем. Понятно. Я не знаю, Сергей, или вот Сергей еще спрашивает, или оранжемся боковиком. Но это же мы можем только гадать. Вот мы, когда подойдем к уровню сопротивления, если такое произойдет в район там 59-500, да? Вот здесь мы уже будем смотреть на поведение цены. То есть, как цена будет себя вести. Если нам даст сигнал на отбой, то мы пойдем тогда отрабатывать. Пока что этого нет. То есть, пока я вижу, что пробивает вот здесь локальное сопротивление. Скорее всего, что это произойдет. То есть, никаких в данный период времени намеков на ланги я не вижу. Поэтому пока что не покупаем, скажем так. Понятно, поняли вас. Хорошо. Спасибо большое, Андрей, вам за ваш обзор, ответы на вопросы. Вам хорошего дня, удачи на рынке сегодня. Спасибо, Игорь. Очень было приятно общаться. Всех благ, друзья, зарабатывайте деньги. Мы ждем вас у себя на курсах. Будем работать вместе. Счастливо, друзья. Спасибо. До свидания.